Здарова, бойцы! Сегодня вывалим вторую порцию прогнозов профессиональных атлетов ММА. На этот раз объединим сразу два обоя. Мужики будут предсказывать исходы боя между Максом Холлоуэм и Александром Волкановским, а также спрогнозируют результат схватки Камару Усмана и Хорхе Масвидала. Ставь лайк и погнали! Эдди Альварес, бывший чемпион легкого веса UFC. Я практически не помню чемпиона, в котором после поражения удалось вернуть себе титул. Это очень тяжело сделать. Когда ты упал с вершины, забраться обратно невероятно трудно. В общем, основываясь на исторических данных и статистике, я поставлю на Волкановский. Кёртис Блейдс, топовый тяжеловес UFC. В первый раз я постоял против Волкановски и пожалел об этом. Так что в этот раз я выберу Алекса. Джаред Кананье, топовый средневес UFC. Холловый, я думаю он несет необходимые корректировки и побьет Алекса в стойке. Джек Хермансон, средневес UFC. Волкановский, в своих последних боях он выглядел феноменально. Я считаю его фаворитом. Забит Магомед Шарипов, топовый представитель полулегкого веса UFC. Я считаю, что Волкановский и Холловый очень крутые бойцы. Не буду выделять кого-то из них. Шансы в бою 50 на 50. Волкановский крепкий, а благодаря кардио он идет вперед. Макс тоже может победить. Джош Эммет, представитель полулегкого веса UFC. Я думаю, результат будет таким же. Я и в первый раз отдавал предпочтение Волкановский. В стиле делают бои, а стилистически Алекс неудобный соперник для Макса. Педро Муниус, представитель легчайшего веса UFC. Алекс в расцвете сил, а Макс все еще молод. Но чтобы победить Холловой нужно внести огромные корректировки. А я не уверен, что за столь короткий срок это возможно. Потому, думаю, что в этот раз Алекс выиграет еще более уверенно. Гилберт Бернс, претендент на титул UFC в полусреднем. Я жестко топлю за Масвидала. Ведь я тоже живу во Флориде. Потому, скажу Масвидал. Думаю, победа техническим нокаутом. Рафаэль Лавата, бывший чемпион Беллатор в среднем весе. Усман решением. Но я бы был рад увидеть победу Хорхе. Он проделал огромный путь в этом спорте. Стивен Томпсон, представитель полусреднего веса UFC. Масвидал сейчас невероятно уверен в себе. Это не тот парень, который выходил против Даррена Тила. Ведь на его счету самый быстрый нокаут против Бена Аскрена. В его лагере присутствуют борцы хай-левела, например, Бо Никол. Короче, тяжело выбрать. Диего Феррейра, представитель легкого веса UFC. Это будет крутой бой. Я думаю, у Масвидала есть шансы нокаутировать Усмана. Но я все-таки поставлю на победу Усмана решением. Израэль Адесания, чемпион среднего веса UFC. Я за Камару, ведь он мой кореш. Это тяжелый бой, Масвидал же тоже дикий зверь. Я его фан. Но присутствует разница в силе джеба. Плюсом Камару просто никогда не устает, не сдается. Прет как танк. Он постоянно работает. Скотт Хольцман, представитель легкого веса UFC. Я думаю, Усман будет использовать свою борьбу. И во втором раунде он заставит Масвидала постучать. Шона Мэйли, представитель легчайшего веса UFC. Масвидал в любом случае настоящий мужик. Он выйдет на коротком уведомлении. Диас выходил так против Конора и выиграл. Если бы бой был на кулаках, то Хорхе бы уничтожил Камару. Конечно, буду рад, если Масвидал закончит все во втором или третьем раунде. Но если бы я делал ставку, то поставил бы на Усмана. Алонсо Мэнифилд, представитель полутяжелого веса UFC. Усман будет вытирать Масвидалом пол на протяжении пяти раундов и уверенно защитит свой пояс. Если Масвидал хочет победить, ему нужно оформить нокаут в самом начале схватки. Луис Смолко, представитель легчайшего веса UFC. Я склоняюсь к победе Усмана. Ринато Майкану, представитель полулегкого веса UFC. Масвидал техническим нокаутом в третьем раунде. Доминик Круз, бывший чемпион легчайшего веса UFC. Думаю, Масвидал попытается как можно раньше поймать Усмана, хотя у него достаточно кардио. У Усмана же есть привычка работать в высоком темпе все пять раундов. Ожидаю того, что Масвидал попытается закончить все в первые три раунда. Дастин Парье, топовый легковес UFC. Хорхи был со мной пять недель в лагере. Помогал мне готовиться и был моим спарринг-партнером. Также он тренировался с топовыми борцами. Он провел это время так, как будто у него был назначен бой. Так что вы удивитесь, увидев в какой он форме. Прекрасно, что у него появилась такая возможность. Ну а на этом сегодня все. Спасибо, что посмотрел. Подпишись и пробей лайк по-братски. Удачи!